Путешествие внутрь человека предлагает выставка «Живые системы». Здесь даже самые маленькие посетители поймут, как человек различает вкусы, увидят, как работает кровеносная система и как устроены внутренние органы. Одно дело изучать строение тела по учебнику, совсем другое на наглядном макете. На выставке есть вот такой разборный человек. Здесь можно не только рассмотреть внутренние органы, но и узнать, где они находятся. В экспозиции больше 50 экспонатов. В Самару привезли только часть Московского музея человека. Выставка проходит при поддержке Федерального информационного центра образовательных практик. Его основная задача – внедрять современные обучающие методы. Для этого проходят бесплатные экскурсии для учителей. Здесь им объясняют, как обучать, развлекая. В рамках этой технологии мы как раз-таки пытаемся показать, что обучение может быть интересным, познавательным. И не только это голая заумная теория, но это еще и интересная, увлекательная, имитационная практика. После экскурсии педагоги под впечатлением и охотно берут на вооружение новые методы. Казалось бы, то, что нам уже известно, можно действительно применить и на уроке в начальной школе. Особенно на предмет, вот такой предмет мы ведем, как окружающий мир. И знакомство с человеком, когда мы строение человека изучаем. Я думаю, что сегодняшняя экспозиция помогла бы каждому из нас провести урок более интересно. Выставка «Живые системы» будет работать до 15 мая. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События.